Если представить среднестатистическую зиму в России, то это приблизительно от минус 18 до минус 25 градусов. Конечно же, есть города, где теплее, есть города, где намного холоднее. Всем привет, народ! И сегодня, как вы поняли, будем разговаривать про зимнюю одежду, а если быть точнее не про одежду, а про зимнюю обувь, не только про кроссовки, а точнее про них мы сегодня говорить вообще не будем, про них будет, скорее всего, отдельное видео. Сегодня будем разговаривать именно про обувь, и, скорее всего, вы ищете для себя компромиссы. Вы ищете что-то, чтобы оно хорошо выглядело, но при этом вам было более-менее тепло, и при этом, чтобы это еще стоило довольно бюджетно. Сегодня постараемся все эти вопросы как-то обсудить, понять вообще реально ли такое или нет, и, в общем, расскажу свое мнение, что мне нравится и так далее. Скорее всего, я так предполагаю, что все вы смотрите именно на визу... Большая часть смотрит на визуальную составляющую, и, конечно же, берет вот весь визуал откуда-то с запада, смотрит там подборки, изучает то, что носят блогеры европейские. И здесь в большинстве случаев, особенно если мы не говорим про Москву, а если говорим мы именно про другие регионы, более там центральная часть, Дальний Восток, то есть там, где намного холоднее, то эти варианты точно для нас не подходят, так как там зачастую в подборках можно встретить теплое пальто, а на ногах у нас беркинштоки с открытой пяткой. Ну и, конечно же, о каких беркинштоках и о какой зимней обуви может идти речь, если у тебя в городе по колено снега и температура минус 30, а если это где-нибудь из Якудии, то у тебя минус 60, поэтому эти варианты мы сразу же отметаем. К сожалению, в России зима это далеко не про визуал, не про там как-то стильно и интересно выглядеть, а чаще всего для, ну, это о том, чтобы выжить. Особенно если вы передвигаетесь именно на своих двоих, если вы любите, либо вы любите гулять, либо вам, ну, приходится, да, долго где-то гулять до остановки, от остановки до какого-то там места и так далее. То есть, если вы не выходите из подъезда, садитесь в машину и доезжаете из точки А в точку Б, то, скорее всего, вам нужна какая-то теплая обувь, которая была бы практичная, удобная, ну, и хотелось бы, чтобы она хорошо выглядела. Ближе к теме, что брать конкретно? Для меня выбор уже в несколько зим подряд, он, в принципе, очевиден, и я думаю, вы знаете, те, кто смотрели видео в прошлом году, подписаны на меня в Телеграм-канале, ну, и, короче, в целом, знает меня, у меня это Уги. До этого у меня были самые простые, стандартные черные Уги, они были длинные, и покупал я их, вообще, самые первые с Уги, я купил не оригинальные, купил их где-то в каком-то шоуруме, но они были из разряда, знаете, реплика один к одному, короче, там они были супер качественные, реально были супер теплые, и я вообще им с носу не знал, ходил в них два или три года, и, по-моему, до сих пор они где-то лежат, вообще вопросов к ним никаких не было, и мне кажется, если сравнить с оригинальными, то однозначно они были прям плюс-минус вот такие же, ну, короче, все было хорошо. Сейчас я, точнее, в том году, я в подборке вам рекомендовал другие Уги, которые мне понравились, именно визуально как они выглядят, они были с такой резиновой калошей снизу, мне показалось, что это отличный вариант, особенно потому что я знаю, что такое намокшие Уги зимой, особенно если вы там, это переходной период, осень-зима или зима-весна, и, соответственно, я подумал, что эти калоши будут очень практичный вариант, и в том году я не успел их себе взять, как-то вот наступила зима неожиданно, в этом году я их себе приобрел. Вопрос, который вы зададите, где я взял эти Уги, где я их купил, и те, кто уже примерно по цвету знают, что это за коробка, это сайт Пойзон, и многие из вас уже с ним сталкивались, многие из вас знают, что это такое, если нет, загуглите, заказать оттуда самостоятельно проблематично, поэтому я и хочу сказать огромное спасибо за то, что помогли мне с доставкой, это ребята из Пойзон Хаб, очень провокационное и интересное название, очень такое созвучное с чем-то другим, надеюсь, вы меня понимаете, и что, вы знаете, что я никогда ничего не рекомендую просто так, никогда я не рекомендую ничего не проверив, и в этом случае все то же самое, собственно, я проверил, заказал, мне все пришло, пришло быстро, поэтому, собственно, я и делаю эту самую для вас сейчас рекомендацию. У ребят, кстати, есть тезисы, которые они себе, ну, вообще в себе выделяют в своей работе, это быстрая доставка, одни из самых низких цен, и, собственно, возможность привезти все, что угодно, то есть это, будь то кроссовки, трусы или видеокарта, заказывайте все, что хотите, на Пойзоне и вам приедет. Слово сказать, эти луги обошлись мне в 12 тысяч рублей, а в России без скидки бы они стоили около, мне кажется, 25-28 тысяч, и эта картина не только с угами, она, собственно, есть абсолютно со всем. У нас сейчас в России все стоит, там, ни кроссовки, ни баланса, ни даст, все что угодно, процентов на 50, 80, 100 дороже, поэтому однозначно имеет смысл заказывать на Пойзоне, это, ну, 100%, и, помимо всего прочего, сейчас, кстати, по-моему, с 1 по 11 число в Китае будет распродажа, так что, если вдруг у вас было желание что-то купить, вы там планировали, заходите на Пойзон, выбирайте, смотрите, и по поводу доставки, можете обращаться к ребятам, ссылочка будет в описании, пишите им, задавайте конкретно свои вопросы, спрашивайте по цене, по доставке, я думаю, он вам на все ответит, поэтому, пожалуйста, все ссылки будут внизу. Теперь касательно самой пары, вот так эта пара выглядит, вот они в таком резиновом чехле, вот с такими они шнурочками интересными, здесь все есть, бумажечки все есть, и вот этот чехол, он как бы вот так-то легко снимается, вот у вас остаются галоши, вот у вас остаются сами уги, которые без галоши выглядят, кстати, не очень здорово, интересно, здесь есть какие-то этикетки снизу, я даже не смотрел на них, в общем, вот эта штука очень тяжелая, весит, наверное, больше, чем весит просто сама обувь, если честно. И вот этот момент для меня оказался немножко, конечно, таким, потому что я вот любитель все-таки больше угг легких, ну, я думаю, в любом случае буду в них продолжать, как говори, ходить, но, по крайней мере, теперь я уже хотя бы знаю, что это такое. Для меня уги это 100% зимний вариант, это тепло, это комфортно, это уютно, это вот все-все-все-все-все, поэтому однозначно уги мой выбор, я их однозначно рекомендую, тем более есть миллион разных расцветок, и такие цвета, и такие цвета, и резиновые, в смысле, и с резиновыми калошами, и бесы высокие, и нубуковые, в смысле промасляный нубук, все есть, так что уги это комфортно, и прям вот если у вас холодно, однозначно это то, что вам надо. Второй вариант обуви на зиму, это идут у нас мумбуты, аналог угам, соответственно, если вдруг в простонародье можно назвать дулыши, да, вот китайские эти старые, только более актуальны, есть масса фирм, которые делают мумбуты, официально есть фирма мумбут, да, которые выпустили свою вот типу обувь эту, на ее подобии назвали целую обувь, если я правильно понимаю, и после этого их стали выпускать, там и Dior может их сделать, и любой ноунейм китайский какой-то бренд, поэтому вариантов масса можете искать, смотреть, очень теплая обувь, особенно если вы берете прям вот такую на высоченной подошве, выглядит интересно, выглядит прикольно, если вы не боитесь такого вот визуала, если вы не боитесь выглядеть немножечко как космонавт на Луне, если у вас вся одежда, собственно, подходит, если вы в огромном, в огромном остальном оверсайзе, то будет выглядеть здорово, к примеру, по-моему, у Изика вышли, выпустили примерно похожие ботинки в этом году на зиму, так что теоретически эта история, ну, она актуальная, она востребованная, люди носят, единственный момент, как вы это будете сочетать, потому что, как я уже говорил, сейчас нету актуальной и неактуальной обуви, все можно сочетать хорошо, все можно сочетать плохо, поэтому тут лишь вопрос в том, какую стилистику вы предпочитаете, и, собственно, не имеет смысла покупать себе уги, если вы парень, и если вы, допустим, вы берете огромные уги и ходите в узеньких максимально суперскини джинсах, это будет выглядеть, наверное, странно, хотя, если вам так нравится, опять-таки, кто я, ну, чтобы запрещать вам так ходить, если же, ну, короче, просто покупайте то, что нравится, я говорю то, что нравится мне, надеюсь, вам это зайдет, и вы что-то для себя подцепите, все, погнали дальше, следующая пара обуви, это тимберленды, каты, что там еще у нас есть, какие-то ламборджеки, все, что угодно, все, что вот похоже, но тимберленды основной такой вот, яркий пример, который часто спрашивают, а подойдет ли на зиму, я не знаю, честно, у меня никогда их не было, я их не носил, именно в зиму, и я думаю, если у вас все-таки какая-то европейская зима, то подойдет, если, ну, то есть, хотя бы до, не может быть не европейская, до минус 20, потому что если холоднее, то я думаю, все-таки нога у вас там замерзнет, почему я не рассматриваю для себя тимберленды, потому что для меня это очень акцентная обувь, одно дело черные уги, или какие-то, ну да, мумбуты тоже вызывают внимание, но они могут быть хотя бы более нейтральны, какого-то цвета, нейтральной расцветки, ну, вот эти вот прям такие ботинки лесоруба, которые прям вот в таком желтом исполнении, потому что другого цвета я бы, наверное, не брал, иначе какой смысл от тимберлендов, от другого цвета, короче, для меня это слишком акцентная обувь, в которую я видел много аутфитов, как, ну, есть аутфиты хорошие с ними, а есть очень плохие, чего-то среднего я не вижу, и вот плохого намного больше, хорошего меньше, и в какой-то момент времени они вообще меня перенасытили, в плане визуально, и, ну, не знаю, вот это не моя обувь, если вам нравится, если вам нравится такая эстетика, берите, крутая пара, почему нет, главное тоже, там, старайтесь не сочетать это со суперскини-джинсами, вообще не носите суперскини-джинсы, в принципе, наверное, может быть летом, еще можно, но точно не с большими ботинками, хотя, мало ли, вдруг у этой зимы это станет модно, или следующее, а я вам тут на рекомендую, короче, тимберленда для меня нет, но, я думаю, в принципе, если не супер холодно, и вам такое нравится, то пойдет, следующее, можно назвать аналогом, и часто у меня, недавно у меня спросили, а вот что взять, тимберы, или, допустим, доктор Мартинс, сразу же хочу сказать, доктор Мартинс, 1460 на зиму, не подойдет, ни при каком раскладе, потому что, если вы берете чисто кожаную версию, у вас нога, при минус 20, будет отмерзать, какой бы теплый носок не надели, плюс есть большая вероятность того, что вы купите не из самых лучших материалов, и кожа у вас вся лопнет напрочь, для меня, это берцы, а берцы, без какой-то подкладки, это обувь на осень, либо это для европейской зимы, температуры не больше, там, минус 10 градусов, это потолок, то есть, соответственно, тимберы, они могут быть с каким-то мехом, плюс у них намного более плотный внешний материал, все-таки у Мартинсов, я думаю, особенно на данном этапе, ну, не то качество исполнения, это раз, и, собственно, они не для этого, наверное, задумывались, поэтому, я считаю, если у вас там снег по колено, и минус 30 градусов, то Мартинс, это не ваш выбор, хотя, опять-таки, если вы просто вышли из дома, сели в машину и доехали, то подойдет, но, в этом случае, подойдет абсолютно все, включая какие-нибудь там тоненькие туфли, которые, не знаю, ну, вы же не вышли, не в открытый космос, где температура абсолютно ноль, и вы застыли, конечно, нет, поэтому, собственно, вам подойдет все что угодно, но на холодную зиму, для меня, Мартинс, это мимо. К слову сказать, вообще все ботинки зимние, вот, наподобие Мартинс, или Тимберлендов, их существует огромное количество разных вариаций, разных форм, разных видов, и прочее, прочее, и для меня, это вся обувь, которая идет на температуры до 20 градусов, ну, до минус 20 градусов, не на очень длительное время препровождения на улице, и при условии, что вы, как бы, ну, то есть, как сказать, если вам нравится этот визуал, почему? Потому что, во-первых, много разных фирм, много точно так же, разные кожи, разных цветов, есть высокие, есть пониже, есть на подошве, типа вспененные, такой, ну, какая-то она, вулканизированная, да, или есть, соответственно, просто какие-то такие, а-ля, бамбуковые подошвы, есть резиновые, есть с протектором, без, выше, ниже, миллион разных вариантов, и плюс-минус, это вся одна категория, которая, ну, она идет для меня демисезонная, то есть, все на европейскую зиму, если мы говорим про суровую зиму, и часто вы задаете этот вопрос, для меня всего два варианта, это уги, мунбуты, ну, максимум еще подойдет сюда, наверное, какие-нибудь, не знаю, мне писали недавно, кстати, по рекламе, валенки предлагали, но это вообще не моя эстетика, не мое, но люди, как бы, ходили в валенках, теоретически можно ходить и в ботинках, не буду ничего говорить, но, в принципе, можно ходить и в кроссовках, и я на Дальнем Востоке так делал, и, ну, опять-таки, я никогда не надевал кроссовки, чтобы ходить очень-очень долго по улице, чтобы ходить километры, для меня надеть кроссовки, это, опять-таки, из дома в машину, либо пробежать 10 минут по улице, в принципе, будет норм, поэтому, рекомендация, опять-таки, от меня, это уги, миллион расцветок, миллион вариантов, миллион всего выглядят они абсолютно нормально выберите просто который будет подходить больше всего под ваши образы аутфиты если нет покупайте какие-то себе ботинки возможно с смехом внутри и так далее и тому подобное но опять же скажу что на зиму допустим дальнего востока я для себя это не вижу не рассматривать клубов потому что если мы говорим про визуал то я лучше выберу надеть какие-нибудь кроссовки или какие-нибудь там ну какую обувь красивую и поехать на допустим такси и тогда мне все равно а если мне нужно много ходить и долго ходить я выберу что-то очень теплое и тогда для меня это все-таки будет допустим что-то связанное с угами если вспомнить студенческие времена когда ездил в универ на автобусе зимой я ездил опять скажем в кроссовках да у меня мерзли ноги подмерзали но опять таки мне было важно именно ходить вот в том что мне в чем не будет комфортно ходить в универе и собственно я не видел большой разницы между тем чтобы надеть допустим плотные кроссовки или надеть какие-нибудь ботинки в угол бы у меня ноги там сгорели соответственно либо сменка либо ну вот что-то просто хотя бы на высокой подошве поэтому тут всегда компромиссы надеюсь я вам хотя бы немного помог этим видео надеюсь вы поняли чем речь будет много ссылок в описании на разного рода ботинок и так далее все что смогу найду все что мне понравится визуально я прикреплю будет наверное видео отдельно про зимние кроссовки все-таки сделаю что может теоретически подойти на этом все